Добрый день! Сегодня мы опять в Сокольниках, вот около храма святителя Тихона Задонского, который сейчас закрыт, находится в аварийном состоянии, хотя он сравнительно новый, это восстановленный храм. И вы помните, может быть, в первом году нашего курса мы говорили о том, что как раз святитель Тихон Задонский, который жил в XVIII веке, он размышлял о последних временах, и Господь открыл ему в видении, он увидел апостола Павла, который сказал ему своими же словами из своего же послания, когда наступят последние времена, когда скажут «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба и не избегнут. Вот, насколько я помню, там было еще такое сравнение в этих словах, я по памяти привожу, я не совсем точно, что как вот мука родами застигает внезапно женщину беременную, и она никуда не может деться, вот начались роды и все. И вот такое сравнение, что постигнет это их пагуба вот так же внезапно и неизбежно людей. Ну, мы можем вспомнить, что там было до начала этого коронавирусного кризиса по всему миру, да, какой было у всех, какая у всех была эйфория, какая у всех была вера в прогресс, в развитие человечества, цивилизации, культуры, науки, что все это движется вперед и вверх, и только туда и будет. Ну, у многих до сих пор такое впечатление, что так оно все и будет прогрессировать, и все лучше и лучше становиться. Ну, я надеюсь, у многих все-таки глаза открылись за последние пароли. Вот что идет мы, и очень быстро движемся, в общем-то, к концу. Вот она эта пагуба уже совсем нет за горами. Но вот что это за пагуба, да? Что же это за мука такая нападет на человечество? Ответ на этот вопрос, который многократно уже задавали себе люди, он, конечно, существует. Правильный ответ на этот вопрос, что под пагубой здесь, разумеется, именно царство антихриста. Причем антихрист будет не какой-то идеей, не духом времени, не какой-то богоборческой или там безбожной культурой, да? Не каким-то государством даже, а это будет конкретный человек, который будет править всем миром. Вот ответ на этот вопрос вам дан, кстати, в книге о безбожии антихристе, которую я сейчас начал читать в интернете публично. Для всех желающих можете послушать. Можете сами прочитать ее. Профессор Александр Дмитриевич Беляев написал ее о безбожии и антихристе. Вот он там доказывает, показывает, что всегда в церкви было понимание, что вот этот беззаконник, о котором в другом месте говорил апостол Павел, что это конкретный человек. Конечно, одновременно под апокалипсическим зверем подразумевалась и его империя, и его царство, в котором он установит такие порядки, которые ему нравятся, да, зверские порядки. Вот. И это не будет сам сатана, это будет человек, в которого все лица сатана. Конкретно какой-то человек, который будет править всем миром. Ну, перевести это на светский язык очень просто, да, будет, наконец, завершена глобализация, да, человечество полностью объединится, будет одно мировое правительство, один мировой правитель, который, как сказано, объявит себя Богом и сядет в храме Божьем, как Бог. Вот этот храм он собирается восстановить в Иерусалиме. Тот храм, который Иер построил для евреев, который разрушили римляне, он собирается восстановить и в нем сесть в качестве Бога. Понятно, почему так сильно, как молодежь выражается, или молодежь раньше выражалась, так нам выносят мозг сейчас. Действительно, человеку нужно конкретно сильно, крепко вынести мозг, чтобы люди начали кланяться кому-то как Богу. Вот, этой они и занимаются.